Значит, сегодня у нас очередная лекция по лямбдоисчислению. Сразу, приняшу свои извинения, что не успел распространить пока что задачи. Они будут на этой неделе, ну, после четырех первых лекций, но, может быть, так и логичны по подборке этих задач. Значит, давайте напомним коротко, чем мы занимались в прошлые наши итерации. Значит, мы ввели систему, которая обозначается вот так, лямбда, со стрелочкой, это система типизованного лямбдоисчисления по черчу. Значит, типизованное, ну, или там, типизованное по черчу лямбдоисчисление. Простое, типовое лямбдоисчисление. Ну, что означают здесь все эти слова? Ну, то, что оно типовое, это значит, что наши объекты имеют типы данных. Типы здесь простые, как сказано, то есть, единственным конструктором является стрелочка. На самом деле, мы вводили также другие конструкторы типов, когда мы говорили о соответствии с, значит, логикой. Там у нас были типы данных произведения, тип данных, там, дезюнтной суммы, тип данных пустой был для лжи. Ну, и пока что мы про это немножечко забудем. Значит, типы у нас бывают, Тау, там, Сигма и так далее. Это, значит, простые типы, примитивные типы, ну, то есть, переменные по типам. И есть, вот можно вот так делать, альфестрелка бета. Значит, наши термы, наши лямбдо выражения будут, каждый иметь свой тип, и поскольку тут написано по черчу, то эти типы будут строгие, жесткие. В частности, у каждого лямбдо выражения есть свой единственный тип. В частности, каждая переменная, вот это, значит, у нас типы, а термы или лямбдо термы, ну, потому что еще были комбинаторные термы, вообще слово терм достаточно нагруженное, поэтому лучше здесь уточнить. Значит, они бывают, у нас есть, значит, переменные. Ну, давайте так напишем, х и т альфа имеет тип альфа, то есть, у каждой переменной указан ее явный тип, а здесь это, так сказать, сделано в таком варианте, потому что называется венгерская аннотация, что в имени переменной формально просто тип входит. Но в записях мы будем это опускать, иногда говорят, что вот мы зафиксируем переменную такого-то типа. Но у каждой переменной тип единственный, то есть, у нас никакого полиморфизма здесь нет, не бывает переменных, которые иногда имят один тип, иногда другой там. Соответственно, терм тоже будет иметь тип, есть применение, не значит, соответственно, вот это имеет тип бета. Если, значит, M имеет тип альфа, стрелка бета, а аргумент имеет тип альфа, это применение функции, оно записывается не как M в скобочках, а вот так вот в скобках, это вопрос нотации. Важно, что если вот это условие не выполняется, и типа не согласован, такой терм просто построить нельзя. и все, и тут как бы ничего больше нельзя. И лямбда, лямбду можно применить всегда. Тип альфа. А, нет, бета. То есть можно абстрагировать по любой перемене, от лямбды терма. И то, что мы, на чем мы закончили наше прошлое занятие, это на вопросах представимости функций в лямбдоисчислении. Значит, мы будем, ну, на самом деле функции можно представлять разные. Общая идея, значит, давайте напишем, вот представимость функций. Значит, мы сразу еще запишем, что такое бета-редукция. Если есть вот так, то оно бета-редуцируется. Вот это бета не то же самое, что бета, как тип, просто буковка бета. Вот такому результату подстановки. Значит, как мы представляем функцию? Мы говорим, что у нас, значит, функция f, примененная к своим аргументам, а аргумент тоже какие-то термы, m1, mn, скобки группируются налево. То есть функция применяется первой, получается новая функция, так она съедает все свои n аргументов. Значит, за некоторое количество шагов может быть средуцировано к терму n, который является нормальной формой. И вот эта штука, это есть результат вычисления. А это аргументы. А вот это лямбдо-терм, программа, которая вычисляет нашу функцию. Вот такая вот здесь вещь. Значит, что мы здесь можем знать? Бета-редукции могут применяться внутри сложных термов. Тогда соответствующий кусочек здесь называется редоксом. Ну, он называется редуктом иногда, но это такой термин нам не очень нужен. Значит, что это значит? Что на самом деле редоксов может быть много, и нам не предписано, к какому из них применять редукцию, ну, первым, по крайней мере. Применив редукцию к одному редоксу, можно создавать новых редоксов, или наоборот уничтожить какой-то другой редокс случайно. Поэтому, в принципе, могло бы оказаться, что при разных, как говорится, стратегиях редукции, при разных путях вычисления вот этого финального терма, у нас получилось бы разные ответы. Ну, или вообще не было ответа. Пока что разные. Вот это другой плохой случай. Значит, если получаются разные ответы, то это противоречит свойства черча-россера. есть, мы его докажем, но не сегодня. Это такое стандартное свойство лямбды, но оно тоже присутствует для разных вариантов лямбды исчисления. Формально это разные свойства. Там мы потом про эти тонкости поговорим. Доказательства там несложные, но нужно как бы иметь в виду детали. Если у нас есть терм М1, который за сколько-то шагов редуцируется к М2, а каким-то другим путем редуцируется к М3, то существует такой терм М4, что он наследует вот оба этих терма. Значит, это гарантирует единственность вот этой Н, если она вообще существует. Потому что если мы сумели средуцировать к какому-то еще Н штрих, то значит, тогда должны существовать какой-то вот Н2 штриха здесь, которым они оба редуцируются. Но бета-редоксов ни здесь, ни здесь нет. Потому что поэтому мы получаем, что вот этот Н2 штриха, он сейчас я скажу, что только альфа, он равен просто и вот этому Н, и вот этому Н штрих, ну, с точностью до, значит, альфа-преобразований, переименований свободных переменных. Прямо связанных переменных, простите. Ну, то есть, может оказаться, что у меня где-то написано вот так, а где-то написано вот так. Эти термы альфа-эквивалентом и в том, одним и тем же термом. Тогда, значит, с точностью таких преобразований вот этот результат единственный. Потому что иначе Чорч Росер дал бы нам общего потомка, который бы совпал и с тем, и с другим, так сказать. Вот. Поэтому результат единственный. Но, как вы правильно заметили, есть еще одна подводная камня, может не быть достигнут. Теоретически, может быть, ситуация, когда у нас есть путь редукции, который никогда не заканчивается. И, когда мы смотрим на наши редукции, мы видим, что наставить терм тут растет. Он в каком-то смысле может упрощается, но, как бы, по количеству символов он разбухает. Потому что здесь была одна буковка X, их было несколько в M, а мы вместо каждой из них подставили большой терм, то есть он стал больше. Вот. И тут мы доказали на самом деле свойство, которое называется слабая нормализуемость. что для любого лямбда терма M существует N такой, что он получается редукциями и сам не редуцируется. Дальше является нормальной формой. То есть, по крайней мере, один из путей стартующих из нашего терма, если он типизуемый, значит M это типизованный лямбда терм. Вот в этом вот лямбда стрелка. Если так, то существует значит такой вот результат. И это хорошо. да, ну по черчу, ну по каре на самом деле тоже, у нас все по черчу. И бета редукцию у нас как бы типовые по черчу, то есть здесь все строго типизовано. Типизуемость тут типизованность, терма тут важна. Если бы бестиповые термы, то есть без вот этого ограничения на построение терма произвольное. И классические примеры, когда это не так. Вот классические примеры, я сразу выпишу, он выглядит вот так, значит я пишу лямбда x x x вот это сразу не типизуемо. Потому что x применить к иксу это значит, что должен одновременно иметь вот такой тип альфа-стрелка бета и тип альфа. Типа как функцию саму себя что ли? Да, 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 это оно и будет. Будет неподвижная точка. Мы к ней еще вернемся. И потом мы применяем это опять же к себе. Только не в смысле как синус от синус саму себя, а как объект теории множества. Буквально, то есть да, 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 да. Ну не получится. Да. Не вторая терапия. Вот этот термин обозначается обычно омега большое, вот эта омега маленькая обозначается. И омега большое, и вы легко можете это проверить, он бета-редуцируется в себя. Применить в него бета-редукцию, то, ну она единственная тут возможно, вот один редокс, он сам является редоксом, и редуцируя этот термин мы получаем его же. Вот этот бестиповом случае слабая нормализуемость не выполняется, это единственный возможный, так сказать, путь редукции. Соответственно, можно придумать в бестиповом случае термы, которые слабо нормализуемы, но не, как говорится, сильно нормализуемы, то есть термы, у которых есть и, так сказать, бесконечный путь редукции, ну или зацикливающийся, и есть и конечный, который сразу их сводит к нормальной форме. Так тоже бывает. Вот в типовом случае это не так, по крайней мере, слабая нормализуемость у нас есть. Ну, некий спойлер, что на самом деле есть и сильная, мы ее не будем доказывать, это то, что внизу написано, это теорема, мы ее просто обосновали на одной из лекций, так доказано. Вот, сильная нормализуемость имеет место, то есть, на самом деле, любой путь нормализации приводит, любой путь редукции приводит нас к нормальной форме. Стратегия, это не имеет значения. Это сильная нормализуемость. Но, поскольку, да, эта форма единственная, все хорошо. Но даже имея слабую нормализуемость, мы уже можем сказать, что у нас корректно определено вот этот результат вычислений. Другое дело, каким образом мы будем это вычисление производить, как мы именно будем его достигать, это вопрос более тонкий. Ну, можно сказать, что, значит, мы попытаемся, например, даже все возможные пути редукции рассматривать. Ну, вот у нас был наш терром, обозначался он M. Сейчас я ничего напишу. И мы начинаем, так сказать, его там как-то попробовали редуцировать. У меня три редакса, вот три возможности. В каждой из этих точек мы также сделаем по слоям просто дерево, так сказать, можем строить. Сначала M, потом вот все вот эти выпишем, потом все вот эти, ну и так далее. и нам гарантированно, что в каком-то слое здесь появится нормальная форма. Вот у нее нет потомков, как только мы ее достигли, мы говорим, что вот это и есть наш ответ. Это, конечно, очень глупый способ. Да, но тем не менее он гарантирует нам теоретически, что если мы игнорируем вопросы сложности, что эта функция, она вычислима. Значит, вот отсюда как бы следует, что всякая лямбда представимая функция алгоритмически вычислима. Вот такой вот здесь сразу возникает результат. Потому что вот есть такой алгоритм. На самом деле можно оптимизировать, есть такие, значит, во-первых, да, если мы верим в сильную нормализуемость, то вообще неважно. Можно взять и редуцировать, что попало, и в итоге мы доредуцируем все того, что нужно. Если мы в нее не верим, но мы можем верить в теорему о нормальной стратегии, что если всегда редуцировать самый левый резон, то мы, значит, получим даже в бестиповом случае, если нормальная форма есть, мы до нее доберемся. Это вот в одной из дитераций этого курса я про это рассказывал, в этот раз рассказывать не буду, потому что в типовом случае можно открыть доказательства теоремы о слабой нормализуемости и увидеть, что там используется самая правая стратегия. И доказано, что она приводит нас к успеху. Это конкретная стратегия редукции, которая заведомо приводит нас в нормальной форме, и в данном случае безусловно, потому что нормальная форма всегда есть. Значит, слабая нормализуемость. В принципе, ну, так или иначе, это только вычислимо, а вопросы сложность тут довольно тонкие, мы про них говорить по крайней мере сейчас не будем, может, вообще в этом курсе даже не будем, потому что не очень понятно, сколько нам нужно шагов, чтобы все это посчитать. Вот. Это, значит, вот такое соображение по поводу... Ну, а мне интересно, какие вот самые лучшие оценки были достигнуты? Я сейчас не вспомню, давайте не буду врать, можешь в следующем разу подготовлюсь скажу. Ну, это X-Time, то, что вы написали вроде как. Не очевидно, что X-Time, честно говоря, потому что почему у вас высота полиномиальная будет? Сколько вам нужно? Мы же вообще никакую оценку на количество редукций до нормальной формы не дали пока. Да, я понял. Тут же даже проблема это в том, что вот у нас есть вот этот путь до нормальной формы. Допустим, мы даже недетерминированный алгоритм у нас есть, который просто угадает его, или мы знаем правильную стратегию, которая до него доведет, просто алгоритм терминированных. Какой он длины? Надо открывать доказательства вот этой теоремы и смотреть, сколько там нужно шагов, что-то. Поэтому это непростой вопрос, я говорю, что мы его пока не будем трогать. Это нам не нужно. Нам будет интересна другая сторона. Нам будет интересно сравнить классы функций, представимых в разных вариантах лямбда-исчисления с вычислимными функциями. То есть, мы на уровне как в абстрактной теории алгоритмов находимся, там будут интересные классы. Классы будут на самом деле несложные. То есть, первый класс, к тому мы познакомимся, сегодня вообще какая-то совершенно тривиальная. А дальнейшие классы будут даже несложностные, они будут такими как бы классами доказуемых функций, доказуемых тотальных. Мы про это уже может даже начнем говорить сегодня. Значит, но для этого нужно традиционно, здесь некая есть тонкость, которую мы сейчас обойдем. Традиционно аргументы значит, вычислимых функций в обычных моделях вычислений, таких, может быть, тюринга, или рекурсивные функции, берутся из какого-то ну такого фиксированного типа. Значит, это может быть числа, это мог быть там, не знаю, строки символов, слова, обычно так. Здесь у нас такой как бы язык, который разнородный, то есть у аргумента могут быть объекты разных типов, записанные термами, типы тоже какие-то совершенно абстрактные, и какие-то функции, там тоже функции, на функции разрешают здесь иметь. Вот. И эти аргументы могут еще быть разные типы каждой этих эмитых. Вот, чтобы это избежать, мы будем ограничивать нашу вычислительную систему и говорить о представимости числовых функций. То есть, здесь мы говорим, что у нас аргументы произвольные, произвольные лямбда термы, а мы будем требовать, чтобы они были в конкретном типе натуральных чисел. Значит, пока что натуральных чисел здесь нет. значит, а как мы будем их сравнивать, допустим, у вас есть понятие там рекурсивных функций, нам просто, что мы будем кодировать. То есть, вот, это для удобства, это как бы серьезных изменений. Ну, в принципе, да, но мы сейчас увидим, что это не получится у нас, прямо так, как здесь. значит, давайте мы вспомним это опять же то, что было в прошлый раз. Мы определяем вот такой вот по определению. Значит, tau это фиксированная переменная. Мы фиксируем какую-то переменную приливаем к типу натуральных чисел. Что он делает? он делает следующее. Значит, он по функции возвращает новую функцию. И эта функция, если мы хотим кодировать натуральное число n, то это надо быть функция, которая по f возвращает ее n-ту итерацию. n раз примененную функцию. Ну, и вот этот вот, если это можно записать в лямбдах, лямбда f, лямбда x, а вот s и o у нас в прошлый раз, но мы напишем вот так, то же самое, альфа эквивалентная. f от f, от fx, n раз, вот этот номер корал черча. Значит, тут я скажу следующее, в прошлый раз сформулировалось как вопрос, сейчас сформулирует, как утверждение, что нам будет нужно, доказательство оставляю как задачу, вот она и задача в нашем списке. Значит, утверждение такое, я проверил, он действительно верный, значит, в скобочках задача, что если какой-то m имеет тип nat и m это нормальная форма и m замкнутый, то есть не содержит свободных переменных, то m это номер, то есть для некоторого n, m имеет вот такой вид, ну, с точностью до альфа преобразования, естественно. Значит, что это говорит? Говорит, что это действительно хороший тип для натуральных чисел, то есть нас же интересуют результаты вычислений, они нормальные формы, они имеют правильный тип, потому что мы хотим, чтобы аргументы были типа nat, а функции имеют тип там nat, 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 стрелка nat. Соответственно, он будет и мы не хотим здесь свободных переменных нигде, и это будет замкнутый терм, эти тоже замкнутые. Соответственно, мы берем пачку нумералов, применяем к ним формально, как просто вот лямбда применения некую нашу программу, предполагается, что она, конечно, начинается с буквки лямбда, и, значит, применяем кучу редукций и получаем результат, который тоже является замкнутым термом типа nat, являющийся нормальной формой, а значит, этот терм, это в точности нумерал, то есть он является компреп-числом, то есть он соответствует некому натуральному числу. Соответственно, теперь, если мы будем просто ограничим здесь типы, сказав, что m и t, ну, нам достаточно просто потребует, чтобы f имела тип вот вот такой, и все вот эти термы замкнутые, то тогда мы говорим, что лямбда-представимость это свойство функций на натуральных числах, f вот такая, ну и можно сравнивать с разными там классными функциями на натуральных числах. нормальная форма, но имеется в виду только по бета. По бета, да. Тогда есть еще identity, ну, в смысле, лямбда-ф.ф. А, это нумерал? Ну, это не нумерал. А, да-да-да-да-да. Ну, да, это правда, да, это правда. Значит, ну, тут да, тут вопрос, конечно, возникает. Что такое identity? Сейчас, как он будет выглядеть, значит, у нас лямбда-х. Да, вы правы, значит, ошибся. Сейчас мы тогда... Ну, просто сказать, что если m не ID, не знаю. Ну, так как... Да, или... Ну, там, мне кажется, просто какие-то, например, нет. Да, нет, нет, это правда, это вы правы, да. То есть, это я сейчас даже проверю. Мы это в следующий раз identity, да, значит, мы... А, вот сейчас это... Да, это identity, да, сейчас проверю, что... Это эквивалентен единицы? Да, он это эквивалентен единицы, или... Единица, да, единица, правильно. Да, действительно, сейчас еще раз тогда... Посмотрю, чтобы все было... Да, значит, n имеет тип того... Да, 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 это единственный случай, что я действительно не разобрал. Давайте или m равно... Там, лямбда, y... Такой, да. Y, да, который, например, это не будет, это я сейчас понял, да. Который мы считаем, как бы, ну, это как бы кольтернативной... Единица, так сказать. Если такое получилось, то мы считаем, что это тоже такая единица. А вот nat, это тип, который... Какой он типизует, что натуральный... Да, да, да. Это nat, наш тип натуральный числе будет. Вот. То есть, тогда единственный такой неприятный случай, вы правы. Да, это вот. Забыл про это. Значит, давайте еще есть напишем тогда или... точка y. Вот. Значит, ну, это я потом аккуратно все еще раз проверю. Вот. Это, потому что единица настоящая, сейчас скажу, что это такое, как настоящая единица. это лямбда f, лямбда x, fx. Вот такой, который, это эквивалентен. И можно такое, как бы, видимо, можно здесь довести до такой совсем красивой формы, потребовав, так сказать, там, какую-нибудь... Это, как бы, не это редукция, наоборот, это разворачивание. Ну, требуя, чтобы любая стрелка, что-то иметь стрелочный тип, чтобы оно всегда было, как бы, так вот, развернуто. Ну, это, мы так не будем этого делать, мы говорим, что вот есть еще вот такая штука, которую мы тоже считаем единицей, она эквивалентная, не знаю, что это, что-то, некая дополнительная единица. Вот. Значит, вот так вот. Спасибо, это важное было замечание. Мы представляем функции вот такие, на натуральных числе, но можем чем-то их сравнивать, и вот это будет, это нато, это, как бы, попробуем что-нибудь здесь попредставлять. в прошлый раз мы представили функцию следования, но мы сейчас попробуем немножечко больше. Давайте сложение и умножение. Значит, здесь выразим. Значит, мы тогда смотрим вот эту, вот эту колодочку. значит сложение. Мы хотим построить функцию плюс, которая действует из над, 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 ну и которая реализует сложение, то есть n плюс m, ну, я буду так писать, хотя формально нужно писать плюс n, да, формально оно будет вот такое. Даже скобки можно поставить. Ну, это как, польская запись, а мы в обычной записи будем писать. Соответственно, результат должен, ну, бета редуцироваться к вот такому. Где здесь плюс, это просто сложение натуральных чисел обычно. А вот этот плюс, который сверху написан, это программа, которая его реализует. Ну, и что нам нужно сделать? Ну, грубо говоря, нужно m раз применить s и потом r раз применить s. Да, значит, получается, что у нас, ну, или f, то есть, ну, мы говорим, что плюс это лямбда n, лямбда m, потому что такую запись буду использовать макроническую, что m это и числа, и соответствующие переменные типа над. Значит, эти переменные имеют тип над, то есть я могу даже честно написать здесь, значит, здесь написано над, значит, здесь написано еще раз над, а результатом, ну, должен быть как бы вот этот номер, то есть он, соответственно, будет лямбда f, лямбда x, или там лямбда s, лямбда o, после чего мы должны сказать следующее, мы хотим к x применить f m раз, ну, или n раз, а потом к результату применить его m раз. Как применить его n раз? надо сказать m, fx, правильно? А к результату мы применяем его n раз, вот так, n fx, то есть здесь получается n f, m fx, вот такой вот результат. Отсюда, кстати, сразу получается, конечно, операция взятия следующего, которую мы в прошлый раз закодировали, что это плюс 1, единицу мы знаем, как кодировать, ну, да, константа, любая константа, она здесь реализуется, ну, потому что нумерал конкретный, вот он здесь написан, этот конкретный терм для каждого n, а дальше мы можем писать функцию, у которой есть куча аргументов, которые все игнорируют, выдает данную константу. Также есть такие забавные функции проекции, это такие тождественные функции, но у них много аргументов, а они возвращают какой-то там, скажем, из 10, там, третий, ну, там тоже куча лям, а в результате конкретно это переменная, которую мы хотим выдать. Все эти проекции тоже присутствуют, вот, значит, дальше есть еще операции умножения, знаете, крестиком ее обозначим, просто чтобы точку, то есть слишком маленькая, может потеряться, тоже такого же типа, ну, опять же, я уж не буду, ну, давайте напишем, применение этой операции к нумералам должно бета-редуцироваться, здесь, ну, я не стал бета-редукцию выписывать, но я думаю, что она понятна, да, что если мы сюда нумерал вставим, то в это вот, вот, как раз оно и средуцирует, то есть написано здесь nfmfx, то у него будет, соответственно, n раз, вот это вот f применено, к mfx, а mfx это m раз, так сказать, то есть, да, дальше, когда мы его применяем к нумералам, вот как здесь написано, то мы, как раз вот это n по бета-редукции поставляем место вот этого n, а вот это m нумерал поставим место вот этого m, ну, вот так, здесь даже получится произведение, ну, и давайте мы посмотрим, как, ну, начало такое же, да, здесь f и x надо тоже типализовать, x имеет тип Тау, а f имеет тип Тау-стрелка Тау. Теперь понятно, зачем они придумали писать тип интерьем, потому что у нас сейчас крестик, это почти как x, на самом деле, очень много спутать. Ну, да, это, конечно, не очень здорово, давайте точку напишем. Ну, и так можно, так, много, крестик, много пау. Точку. Можно было мульк написать. Значит, лямбда n натуральная, лямбда m натуральная. вот теперь, что нам, ну, опять лямбда f и лямбда x написать, наверное, это там кто-нибудь запретит. почему он x вот так вот писать? Значит, здесь что нам надо сказать? Давайте сейчас придумаем вместе. Ну, типа нам нужно один раз положение по m применить, то есть, типа n примененное к mf и потом еще x. Да, значит, мы говорим n примененное к mf и к x. Давайте проверим. Значит, если у нас, ну, мы подставили сюда, то есть у нас получается такое, лямбда f, лямбда x. нумерал n нумерал m примененный к f все это к x. Это после редукции. Так будет, да? Вот когда мы пишем вот такую, умножить nm, да, то вот это бета редуцируется за два шага вот сюда. Теперь вот это как средуцировать n, это тоже, но это нумерал ксун лямбда. соответственно, вот это вот, ну, опять же, давайте, ну, за один шаг на самом деле, ладно, лямбда f, лямбда x, значит, теперь у нас вот это mf, n раз как бы применяется к x, ну, вот я так напишу условно, но это mf, 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 теперь само mf, это что такое? Значит, это функция, ну, опять же, тут бета как бы, да, преобразование появляется, которое такое, лямбда, ну, я тут y напишу, чтобы не путаться, лямбда y, f, m, м раз примененная к иверху, правильно? Это одна редукция, и вы теперь смотрите, у нас такая функция, которая, это, это m, то есть, m, раз примененная f, и мы ее один раз применили, к иксу применилась m раз, второй раз к результату еще m раз, и так n раз, то есть получается всего, здесь получается вот такая вот как раз f, mn или nm, то же самое примененное к иксу, вот это произведение. Значит, что еще нам тут может понадобиться? Значит, константы я уже сказал, значит, проекции, умножение, и еще такая есть прикольная функция, называемая знак. знак это тест на ноль, потому что отрицательных чисел здесь нет, а бывает ноль или не ноль. Значит, соответственно, давайте где-нибудь тут, где черчев все родные, напишу. Что? Не, не, а мы просто скажем, что он либо ноль, либо один, не будем, мы хотим все это в этом самом, значит, что такое знак? Ну, соответственно, знак n, это, ну, я как функция просто определю, это ноль, если n равно нулю, и единица, если n больше нуля. Обычно, математический сигнум. Ну, давайте запишем, как он будет, значит, сигнум. Он на вход принимает n, и дальше он должен сделать выбор, да? Смотрите, чем отличается нумерал нулевой? Тем, что там ни разу не применяется s, да, то есть, вот это f, то есть, его значил f. n здесь натуральная, соответственно, я применяю n, и в качестве второго аргумента я беру нумерал нуля. А в качестве первого я беру константу 1. Значит, напишу, и сразу станет понятно. Здесь написано следующее. Я беру n, здесь пишу лямбда, что там, y, единица, а здесь беру 0. И все получается у меня. Почему? Потому что, смотрите, если там был 0, если я равен 0, здесь написано просто так, лямбда, дф, лямбда, дx, x. Все будет выбирать второй аргумент, и все. А если там был не 0, то здесь возникает f, которое хотя бы один раз к чему-то там применено, а f, оно к чему угодно дает единицу. Вот так кодируется знак. Вот. Значит, все пока хорошо. Мы, значит, вроде как, да, еще что мы, конечно, здесь можем делать, это, то есть мы умеем, вот, фактически, я не вожаю, списочек составим. Вот мы умеем, значит, что мы уже умеем, значит, во-первых, мы умеем константы, проекции, это за бесплатно. Второе, мы умеем конкретно интересные функции, этот знак, плюс умножение. Пока что мы вот сюда попали, да? Знаки, мне кажется, все-таки типы не сходятся. Типы не сходятся? Да, потому что итерируемся же мы по Тау, в Канке. А, да-да-да-да-да, значит, я тебя вас обманул, это правда. Значит, я вас обманул, и в знаке сейчас итерируемся, мы по Тау, значит, нам нужно, ну, что нам нужно там вернуть? Давайте там по-честному напишем. Значит, это да, это я уже немножечко вперед забежал, давайте мы знак все-таки по-честному реализуем. Вот здесь, например. это все быстренько сейчас поправим. знак это лямбда n, лямбда n натуральная, лямбда n, вот такое, а теперь что мы должны вернуть? Мы должны вернуть, если у нас, если 0, то мы должны вернуть x, а если не 0, то fx, правильно? И вот тут-то я и скажу, значит, n лямбда y точка fx, наверное, так, да? Или нет, сейчас? Да, сейчас, да, так, И здесь просто x. Во, все, теперь хорошо. Согласны? Все, типа сошлись. И вот это уже то, что сейчас нам подошку поставит. Мы уже видим, в чем здесь есть потенциальная проблема, что мы говорим, так сказать, вот эта функция, как универсальный итератор, на самом итератор в этом странном типе tau, про который мы, на самом деле, даже не понимаем, что это такое. То есть, если вот это натуральные числа, а то что такое? Твое тоже натуральные числа, типа это x10, а это f, это x. И вот сейчас нам будет плохо. Значит, ну, все равно, пока что мы радуемся, мы плывем на лодке, не видим, значит, рифа. Вот, здесь, значит, сигнум плюс умножить, это мы умеем реализовывать. Здесь, типа все хорошо здесь с типами. Можете явно это проверить, что все в сети посходится. и третье, что мы умеем, это мы как бы не афишировали сегодня, но вообще-то это мы, конечно, делали в прошлый раз, это композиция. Здесь мы построили какие-то функции, то можно по результату, по одной функции подставлять другую, и причем это необязательно. мы писали комбинатор композиции для, там, функции одного аргумента. То есть, f от g от x можно написать, это легко. Лямбда и x, лямбда и ф, лямбда и ж, лямбда и x, f от g от x. Типа тоже там все правильно, там типа везде будут над, ну, и, соответственно, над, стрелка над, и так далее. Ну, ясно, что это можно сделать и для такой более общей композиции многих переменных. Я это писать сейчас не буду, это так, ну, большое место займет, но понимаем, за счет своих переменных, там, которые могут быть разные, и так далее. Тут все в порядке, с этим никаких проблем нет. И вот такие вот функции, мы их называем как-то расширенные многочлены. Вот это вот функция. Расширены они мало чем, они расширены сигнумом, на самом деле, функцией знака. Все остальное, это чистая вода, так сказать, полинома. Вот. Все, больше, вроде, ничего тут нет. Вот. И что здесь написано? Здесь сказано, что всякие расширенные многочлены вычислим на лямбде. Вот наша лямбда-стрелочка. Вот тут только что доказали. И мне казалось, что это такой первый шаг, для того, чтобы делать что-то более великое. А вот теперь напишу, такую теорему. Вот значит, теорему Швихтенберга. Пока мы ее сформулируем, может даже мы ее докажем, она как бы немножечко в стороне от основной линии нашего курса, поэтому если мы ее докажем, мы отложим это на какое-нибудь более позднее заседание, но тем не менее, что функция f представима в лямбда-стрелочка, значит, тогда и только тогда, когда f расширен многочлен. представима вот в этом смысле, то есть в типе над, вот в том самом. И как бы только мы начали пытаться что-то посчитать, мы в общем-то уже остановились, наше изображение программирования может только расширено многочленом вычислять, что, конечно, очень плохо. Ну, тут можно сказать, что есть как бы серьезные ограничения в том, что мы конкретно наш тип над здесь используем, и можно нумералы черча там типизировать в каких-то других типах, а именно вместо тау там использовать какой-то более сложный тип, и, значит, вместо и как бы его, таким образом, так сказать, с ним работать там, но, да, и таким образом там можно будет, и мы это может даже, ну, примером мы там увидим, какая есть мораль, ну, действительно, если у нас есть больше возможностей, там другие типы для над, то мы можем обойти теорему Шестенберга и закодировать кое-что еще. Мы даже, можно даже подумать, что, но это методологически очень плохо, потому что фактически это язык программирования, где у нас нету типа данных для чисел, а есть как бы много разных типов данных для над, которые, конечно, все будут, ну, вариантами вот этого, также можем теоретически доказать, что ничего другого там не получится, подстановка вместо тау более сложных типов, и тогда у нас вроде как будет возможности такие, но это значит, нам под конкретную программу нужно угадывать, мы не знаем этого заранее, какие, какой тип должны иметь, должны иметь наши натуральные числа, да и то там, возможность расшириться не очень сильно. Вот это проблема. Значит, в чем, давайте я сразу здесь сформулирую задачу, значит, и мы будем ее как бы не искусственно обходить, да, вот задача такая, ну а такая двойная, значит, да, сейчас попоечню, значит, задача представим или вот в этой лямбда со стрелочкой функция предшественника это 0, если x равно 0, такой урезанный предшественник, предшественник x, ну, давайте так вот, и x минус 1 иначе. Ну, у этой задачи она расширится сформулирована так, как бы, немножечко не строго, потому что, ну, во-первых, в над или не в над, ну, вот если не в над, то ответ будет, может быть, даже да, это мы сейчас посмотрим, как там что получится. Значит, если зафиксировать тип натуральный чисел как над, ну, тут опять два варианта, либо имеем право пользоваться, теряем в Шиттенберге, которого не доказывали, либо нет. Если не имеем, то это интересная задача, проверить, можем ли мы представить, а если можем, то мы, как бы, должны доказать, что это не расширено на гачи. Ну, это тоже такая задача, как бы, но уже не по лямбда и чтения, а по науке того, на гачлянх натуральных чисел. Ну, в общем, такой вопрос. Значит, ну, давайте мы с вами посмотрим, собственно говоря, что у нас, как можно было бы запрограммировать эту функцию, если бы у нас было больше возможностей. Допустим, у нас никаких типов нет, и у нас есть конструкция, помимо, значит, применения, еще есть взятие пары. Значит, здесь мы можем написать следующее. Значит, я могу написать такую цепочку. Вот я 0,0 беру, из 0,0 я беру 1,0, потом я беру 2,1, 3,2 и так далее. Вот такую цепочку я строю. Здесь есть функция f, и мы можем записать таким вот f большим, который говорит следующее. У меня была пара w, и я из нее строю новую пару, где первый компонент, это, ну, такие угловые скобки мы в лямбдае и вещественной использовали для спаривания. Значит, здесь мы говорим, что я в качестве первого беру просто второй компонент, наши исходные. Сейчас. Да, я такая. Следующие от второго компонента этой пары. s, это прибавление единицы, это некая уже известная нам функция на этих самых, а в качестве второго я беру просто ее первый компонент. ну, что получается вроде когда, потому что всегда у нас здесь взят первый, здесь взят первый, а это я взял, не, что-то неправильно сделал, сейчас, сейчас, значит, я, здесь P1 тоже должно быть, а P2 просто забыл, вот так вот. То есть, первый я просто прибавляю единицу, а в качестве второго копирую первый. ну, теперь я могу итерировать ее, значит, если я возьму n раз и проитерирую, значит, вот эту функцию f в применении к паре 0,0, ну, здесь надо еще вот так подчеркнуто сделать, и вот возьму вот это вот лямбр, всего вот этого, и потом возьму от этого, да, вторую проекцию от всего вот этого, сейчас, то есть, например, проекция, конечно, не здесь, а после n, то есть, надо взять вот так вот, здесь вторую проекцию, а потом еще возьму если n, то вот это и есть наш, так сказать, пред. все вроде бы хорошо, но только у нас здесь этот n, он имеет, должен иметь тип, ну, у него f, а f какой? над, крест, над, стрелка над, крест, над, это f, второй аргумент у него тоже над, крест, над, и результат его работы тоже над, крест, над, то есть, это результат подстановки более сложного терма в тау, вместо, я вот, если не в нате, то я дальше эту решил, я представил его в лямбда-стрелка, но вот в таком вот типе, так сказать, результат работы, если забить на вот эту всю типизацию, то есть, на самом деле, ведь тут что происходит? Типизация, по черту, типа проверяются в начале работы программы, то есть, у нас, я же говорил, что у нас там есть f большой, примененные там аргументом, редуцируются, мы проверяем, что все правильно типизировано в начале работы программы, а потом мы просто применяем бета-редукции, бета-редукции типизацию не портят, то есть, на самом деле, просто этот про все типы может забыть и просто редуцировать, как попало, и все получится, то есть, если мы про типы здесь на типы мы здесь забьем, но единственное, что нам нужны еще вот эти вот конструкции для взятия пары, допустим, они у нас есть, забьем на типы, то он все посчитает, и в результате выдаст нам точно такой же нумерал, и нам будет плевать, что этот нумерал на самом деле вот такого типа у нас, а не вот такого, это типовая бюрократия, а вычисления-то будут такие же. Ну, еще один пример, который тоже можно легко сделать, это экспонента. Ну, окей, допустим, мы хотим написать там n в степени m в степени n, тут даже проще, мы просто берем функцию, которая умножает на m, то есть мы берем функцию, которая говорит лямбда x m нумерал умножить на x, такую симпатичную функцию, и мы ее, точно здесь не m, только сейчас скажу, значит здесь стоит так, m не нумерал, m это будет аргумент настоящий, значит n применяем вот к этой функции, итерируем ее n раз, ну, а умножать надо единицу, да, то есть в тему аргумент единицы, и вот такая вот лямбда x, лямбда m, лямбда n, вот всего вот этого, это и будет наше, значит, ну, так, возведение в степень, как бы, да, вот такой все, конфликс, операция, возведение в степень, тоже все хорошо, если мы забьем на типы, то мы подставляем стакокогретные нумералы, получается возведение в степень, все здорово, все прекрасно, но только эти вот, допустим, тот же n должен иметь тип, вот это же, над, да, то есть он берет над, стрелка над, стрелка над, стрелка над, и m такой же должен быть, то есть переменные вот такие, а не, да, а каждый над, это такой вот сложный тип, и, к сожалению, мы не можем всех типизовать вот так, потому что, если попробовать куда-нибудь подставить, то у нас, так сказать, там уже будут, вот это будет новый наш над, и этот над даст нам, грубо говоря, еще одну итерацию, себя же, то есть это, мы не можем на одном типе здесь остановиться, вот такой вот, так сказать, здесь возникает такая вот проблемка, то есть казалось бы, все хорошо, в бестиповой системе мы можем, значит, нормально себя чувствовать, вот, а здесь у нас все как-то печально, это тоже представило, ну, конечно, не, но она же не является расширенным многочленом, есть, а вот если доказать без нее, это, ну, не очевидно совершенно, при этом я, как вы, задачу это выставил, там это можно сделать, там это, это можно сделать ручками, а с экспонентом я, честно, я не пробовал, то есть понятно, что, как бы, проблема в том, что она, как бы, слишком быстро растет, вроде так, но, как это аккуратно сделать, не ссылаясь на большую теорему, это не очень понятно, может, как раз оценивать рост, кстати, и проще, чем, но уже спредом, мы никакого роста, там, нифига, конечно, не оценим, потому что она растет крайне медленно, да, может быть, может быть, оценку на рост доказать проще, чем саму Теревченкоенбергу, ну, тем не менее, значит, тут, у нас какие возникли мысли, что, во-первых, первая идея, которую все программисты знают, типа, мешают программировать, когда у вас есть типы, у вас всегда возникают какие-то ошибки, которые говорят вам, что вы неправильно писали типы, хотя вы прекрасно знаете, что вы делаете, и вся программа правильная, и в точности, и как бы, идиоматически кодирует то, что вам нужно, вот, это первое соображение, значит, из него следует следующее, что вроде как, если у вас есть, нет никаких типов, то вроде как все должно получаться, и вообще у вас там вычлительные возможности такие довольно большие получают, можете экспоненту сделать там, и действительно, значит, тут мы сформулируем, но не будем в этом курсе доказывать, что у нас курс посвящен типовым системам, значит, такую теорему, так, ну вот это я сотру пред, что в бестипу вам лябдоисчислений, как мы просто стираем все типы и удаляем все контроли над правильностью типов, разрешаем термы, которые ломают соответствующие эти вещи, представимы все вычислимые функции. Значит, тут возникает вопрос, что делать, если функция где-то не определена, а вычислимая функция, может быть, где-то не определена, ничего страшного, просто соответственно, все будет ненормализуем. Нормализуемость, ну хотя бы в слабом виде, нам гарантируется с системой типов хорошей, ну и если системы типов нет, то вот мы видели примеры термов, которые не нормализуются, ну вот как раз классический пример ситуации, когда программа зависает. Все хорошо, значит, если у нас все получается, ну там вот могут возиться проблемы со слабой нормализуемостью, ну мы считаем, что если слабо, то значит все хорошо. На самом деле, из того, что сегодня выписывалось на доске, ну практически все ингредиенты у нас есть, вот это вот кодирование предфункции взятия предшественника, оно на самом деле обобщается на любую, как бы, примитивную рекурсию, ну а для, так сказать, непримитивной рекурсии, неограниченной, когда вы, ну, вызов делаете, рекурсивный вызов, но при этом там не требуется, чтобы какой-то параметр становился меньше. Для этого у нас есть, то, что называется, комбинатор неподвижной точки, вот этот, который лямбда икс, икс, икс. Если вы не понимаете, что я говорю, это не обязательно понимать сейчас, значит важно только, что эта теорема имеет место. Ну и на самом деле, поскольку все функции представимы, они тут вычислимы, то это и есть, так сказать, эквивалентный критерий, значит, эквивалентный критерий вычислимости. Одна из, кстати, вот без типового лямбда исчисления, да, а натурально чисто кодируют с точно так же нумералами, по черту, но при этом никакого типа у них нет, потому что это все без типового. Значит, это одна из таких старых моделей вычисления, появившись там тоже очень давно, там, в общем, можно так и мыслить вычислимые функции, как представимые без типового лямбда. Что теперь с типовыми системами? Ну, как я уже говорил, наша лямбда-сострелочка наших ожиданий не оправдала, ее возможности оказались крайне маленькими. Это значит, что нам нужно придумывать что-то более интересное, какие-то большие системы, и мы, собственно говоря, сегодня-то, может быть, такую систему определим, полиморфное лямбда-исчисление, лямбда второго порядка, или система F, но при этом давайте мы немножечко поспекулируем на тему того, что мы вообще теоретически можем получить. Ну, значит, типы в хорошем случае будут гарантировать, значит, соответственно, типизация будет гарантировать нам нормализуемость. на самом деле в сильном смысле strong normalization. Эту теорему мы для нашей системы второго порядка докажем, а идем условить и для первого, ну, для нулевого, для простой типовой системы. Значит, что при этом здесь нам это даст? Хорошее свойство, что все наши функции будут сюда определены. это хорошее свойство. А с другой стороны это и недостаток нашей системы, потому что отсюда будет следовать, что она неполная все равно. Как говорится, неполная по Тюрингу. То есть существуют вычислимые функции, которые в любой такой системе, пока я не конкретизирую, как она устроена, не будут представимы. Ну, почему? Ну, глупый ответ. Ну, есть функции не сюда определенные, а поскольку все представимы и все определенные, то, значит, не сюда определенные сразу выпадают. Но кто-то может подумать, что, значит, ну, мы можем все сюда определенные функции закодировать, и у нас будет такой идеальный из их программирования, который может все, что угодно запрограммировать, но при этом программа, в которой мы никогда не зависаем, которые всегда, так сказать, приводят к результату. ну наверное вы уже догадываетесь такого невозможно и на самом деле так сказать решение очень простое здесь но представьте себе что у нас есть из их программирования на котором мы можем запрограммировать все всюду определенные вычислимые функции только их но это значит что программа это же можно как-то натуральное число и представлять и все функции у нас будут перенумерованы ну и при этом вот результат работы f этой функции примененной к аргументу x это будет так сказать вот так вот ну то есть есть некоторая универсальная вычислимая функция которая вычисляет и берет на вход программу берет на вход аргумент и вычисляет это интерпретатор нашего языка программирования например и это код лямбда термо его как сам лямбда терм в некотором сложном языке таком функциональном в которой мощные какие-то там типа 2 порядка или что-то такое x это тоже терм но просто нумерал который кодирует его аргумент но вот наш алгоритм берет этот терм применяет нумерал применяет редукции нам гарантирован даже сильно нормализует применяет как попало получает ответ у всю до определенная любого любой программы на нашем очень хорошем языке программирования кто никогда не зависает и для любого аргумента нас всегда может выдать нам ответ но я теперь беру такую функцию значит g от x которая будет так сказать у от x x плюс 1 ну или f иксовая от x плюс 1 что это нам гарантирует нам гарантирует что же не совпадает ни с какой f и ты нужен в точке и это f и ты от и а это f и ты от и плюс 1 при этом же это всюду определенные вычислимые сразу здесь попались что это означает что мы получили получим некие языки программирования в которых мы представляем какие-то сюда определенные вычислимые функции но не всех ну и можно сказать ну ну да знаем мы эти ваши типовые лямбда исчислений вот пожалуйста вот у тебя есть эндберга значит вот такой класс да они сюда определенные да они вычислили маленький глупый класс вычислимых функций в более сильных системах конечно эти классы будут более мощные более богатые значит на это можно как посмотреть еще но смотрите мы правильно типизовали нашу функцию типизация это так сказать то что верификация чтобы здесь верифицирую мы верифицируем и проверяем что у нас здесь правильные типы в нашей системе а главным свойством нашей типизованной систем является сильная нормализуемость то есть на самом деле расставляя типы и проверяя их корректность мы доказываем что для любого входного значения значит существует ответ программа не зависит то есть мы доказываем так сказать такое утверждение что для любого x существует ну и и единственный на самом деле потому что здесь еще есть черчроссер но черчроссер доказывает себя сертифизации игрек такой что так сказать игрек равен f от x и вот это утверждение будет доказуемо ну вот где ну вот здесь он доказуем в какой-то очень слабой системе которая знает тотальность значит здесь утверждение доказано в какой-то очень слабой системе потому что она знает только про расширенные многочлены что они тотально а скажем про экспонент уже не знает а вот здесь это будет доказано в некоторой достаточно богатой теории ну например кунь там 10 говорить мете второго порядка или примете пиано второго порядка то есть это на самом деле не очень-то большое изменение то есть мы хотели чтобы у нас в нашем языке программировали нашим лям до исчислений были представимы все всюду определенные вычислимые функции как бы только они то есть чтобы все функции были сюда определ密 действительно в нашем значит у нас будут функции сюда определенные и они будут вычислимыми но не все а только те про которые факты их тотальность то что отсюда определена будет до request но при этом будет доказуем достаточно богатой системе или доказательства фактически будет сама программа Он будет доказуемо в достаточно богатой системе, так что привести пример функции, которая всюду определенная, но про которую это не доказуемо, явно практически невозможно, и все, что нам нужны, будут, конечно, в этот класс попадать. То есть это как бы такая проблема а-ля, так сказать, птиоремы Гёделя. То есть мы построили арифметику Пиано, мы хотим в ней доказывать утверждение про натуральные, построили теорию множеств, хотим доказывать разные математические утверждения, в принципе, практически все, что нам нужно, не доказуемо. Бывают редкие примеры, типа континент гипотезы, которые попадают, но в целом вот как бы, или в арифметике Пиано. Большая часть утверждений, которые мы хотим, нам доказуемо, но опять же есть какие-то падающие примеры. Ну вот тут арифметика второго порядка, это будет такая штука. И дальнейший план у нас такой, сегодня на оставшиеся там 20 минут мы определим, значит, систему F, систему лямбда исчисления с типами, так что у вас по времени что-то не так, а все нормально, я думаю, что уже 6 начинается нос, можете все неправильно, все хорошие. Вот, значит, мы определим систему с типами второго порядка. В этой системе мы определим, мы скажем про представимые функции и потом будут теоремы, ну, будут большие сложные теоремы и уверен, что все в деталях будут доказывать, но какие-то идеи, конечно, я дам. Мы докажем сильную нормализуемость системы, это Джерард доказал, и докажем соответствие между представительностью в этой системе и доказуемой тотальностью в соответствующей арифметике. А дальше можно будет пойти по такому пути, не факт, что мы по нему пойдем, может быть, у нас времени не останется. А что будет соответствовать системе, ну, обычной арифметики пиано? Пиано. Функция доказуемой тотальной арифметики. И там будет система, называемая системой Т Гёдалевской, в которой представима в точности функции доказуемой тотальной арифметики пиано. Но вот система Т, в отличие от системы, будет очень естественной. Там мы просто чуть-чуть расширим язык типов, язык термов, и все сразу пойдет замечательно, все будет хорошо. А в системе Т там прямо явно торчат уши арифметики пиано, потому что там есть явные константы для рекурсоров. Для примитивной рекурсии. То есть это как бы видно, что там прямо вот по арифметике пиано она подогнана. А система Ф, поэтому я начинаю с нее, хотя традиционно сначала рассказываю систему Т как более простую, а потому что систему Ф как более мощную. Ну, мне кажется, система Ф поинтереснее. Значит, идея, с которой мы начнем, заключается в том, что мы хотим в качестве НАТ взять полиморфный тип. Ну, мы можем сказать, что для любого типа альфа на самом деле могу написать вот так. Правильно ведь? И все будет хорошо. И мы видели, что для разных функций можно разный альфа подбирать и будет разная представимость. А теперь я хочу, чтобы это были полиморфные объекты. Чтобы были такие нумералы. Ну, каждый нумерал, он же для любого альфа годится. Если, ну, тут единственное, что надо будет еще типизировать, конечно, эти Ф и Х по-разному. Мы сейчас увидим. По карре это совсем хорошо бы было, они просто типизовались сразу во всех, сразу в этом. Ну, мы по черту сейчас сделаем. Вот. И дальше, если это где аккуратно развить, то прям все будет отлично. И вот сейчас как раз мы этим и займемся. вот система F. Значит, слово «система F» довольно странное. Во-первых, если набрать в Google «систем F», то вам там музыкант будет некоторые предложены, а вовсе не эта самая. Не вот эта штука. И во-вторых, не говоря, почему она F. Вот она, ну, как обычно. Почему, например, там логика модальная трансзитивная модальная логика обращается к 4? Ну вот. Потому что в какой-то списке аксиом трансзитивный снимал номер 4. Все, больше никакого объяснения нет. Вот. Поэтому мы будем использовать слово «одновременно» «система лямбда-2», что вполне логично. Это лямбда-ишление второго порядка или F. Исторически так. Будут типы, термы. Сейчас мы все это увидим. Значит, те типы. Тут, слава богу, язык типов и язык термов, они как бы разные, то есть они не пересекаются. Нам не нужны термы для того, чтобы типы определять. Значит, первое – это переменные по типам. Второе – это стрелка. Третье – это квантер. Значит, если альфа тип, то тогда для любого там сигма… К сожалению, у него перепутан, но у него наоборот. Точка альфа – это тоже тип. Усоростную личность, если будет считать, у него альфа, бета, гамма – это, наоборот, переменный, а сигма – тавый сложный тип. Такое значение взяли. То есть можно квантифицировать по типу. Ну и, например, могу написать что-нибудь такое. Для любого Тау – Тау стрелка Тау. Как понимать элементы этого типа? Это полиморфные операции, которые из любого объекта делают его же. Но, грубо говоря, кроме тождественного тут так особо ничего не придумаешь. Значит, теперь, если мы напишем вот наше любимое для любого Тау – Тау стрелка Тау, стрелка Тау, стрелка Тау – это и будет наш настоящий любимый НАТО. Ну и без уважения давай из больших букв его напишем. Это настоящие натуральные числа. Потому что там-то вот как раз живут нумералы и, в общем-то, только они. Потому что там нельзя… здесь мы что могли взять? Могли взять и переменную этого типа завести. А тут нет. Тут как бы вот только… И это настоящий нумерал, потому что они на самом деле живут в этом типе. И мне важно, что конкретный Тау тут был. Но при этом нам у нас все-таки жесткая черчевская система. И поэтому нам немножечко придется здесь сейчас схитрить и язык термов тоже поменять. Ну, это нужно для того, чтобы вот это f и x получили корректные типы. Они же должны иметь по черчу строгие типы. А какой у них тип? Ну, тип у них должен быть как бы со свободной переменной Тау. Для этого появится такая большая лямбда. Сейчас мы это определим. Значит, термы. Теперь у нас будет больше конструкторов термов. Значит, первое. Пять штук их будет. Первое – это x типа α в типе α. Переменная. Альфа – произвольный тип. Значит, тоже может быть с квантерами. Второе. Например, переменная по натуральным числам. В ней появляется квантер. Второе – это лямбда аттракция. Значит, соответственно, лямбда x типа α, m. И тип бета, если m имеет тип а. Простите. Если m имеет тип бета. Так. Так. Простое применение. Так. Так. Это все, что мы уже видели. Кроме этого, два других. Полиморфная абстракция. лямбда альфа типа m имеет тип, то лямбда там конечно. Сигма. Имеет тип для любого сигма альфа, если m имеет тип просто альфа. Т.е. можем абстрагироваться по переменным предметам, можем абстрагироваться по типовым переменным. И применять тоже можем. Значит, здесь применяется так. m альфа, если m имеет тип любого того бета. Сейчас, это имеет. Давайте так. Эта штука имеет тип бета подстановки вместо tau альфа. Ну и тут опять вся вот эта наука про корректную подстановку и все такое. Если m имеет тип бета. бета. Нет, неправильно. У любого того бета. Вот такая вот. Вот это вот наша терма теперь. будет. Замечательная. И редукции тоже. Значит бета-редукции. Т.е. здесь у нас типы здесь, термы здесь и бета-редукции. Это две штуки опять же. Значит лямбда икс точка m примененный к n. Ну я типа опускаю, но он будет правильно типизирован, чтобы редукция сработала. Бета-редукция к m и вместо икса подставили n. Это то, что мы уже знаем. Ну и теперь большая лямбда. Лямбда сигма m примененный. Это тип альфа. То же применение здесь оно терм типу. Значит редукцию такую красивую бету большую. Напишу. Большая бета пишется просто как было. Латинская. Это неинтересно. Я вот такое красивое нарисовал. Значит здесь должно что получить. Давайте вместе подумаем. Да, надо взять. Ну формально вообще все просто. Изи. Ну эта постановка осуществляется во всех термах, грубо говоря, которые там внутри появляются. Соответственно формально говоря у нас переменные должны поменять тип. И теперь переменные здесь нужно сказать, что у нас икс и т альфа. То есть алфавиты переменных у нас как бы согласованы в каждом типе переменные с теми же именами. Потому что иначе мы тут можно так немножечко. Вот. Значит это что касается нашей системы. Ну и поскольку времени у нас практически не осталось, мы уже сделали как бы хорошую вещь. Мы сформулировали эту систему. Ну и теперь у нас мы можем записать вот здесь вот план на дальнейшую там большую часть курса про систему F. А в задачах у нас пока будет простое типовое лям доисчтение. Постараюсь на этой неделе их выложить и написать вам письмо об этом. Значит какой у нас план? Ну этот план, он не обязательно будет реализован весь с доказательствами. Но по крайней мере формулировки и какие-то идеи мы дадим. Значит первое, что нам нужно, это черчероссер для лям до 2. Тут хитрее немножко, потому что здесь еще вторая редукция какая-то возникает. Второе, ну давайте значит лям до 2 по карри и соответствие. То есть система без больших лям, там будет немножко другая. Вот там отличие системы карри и черчева, это в этот случай немножко более существенные, чем обычно, где просто мы там типизацию по-разному пишем. Третье, что какое свойство у нас есть. Значит дальше есть карри говард. Ну с такой, давайте int2 это обозначим. Интуиционистская логика с кванторами фо переменным, пропозиции. Это не первого порядка, а второго порядка интуиционистская логика. Четвертое, сильная нормализуемость. Это большая теорема важная. Значит и пятое, это значит представимые функции. На самом деле про них мы поговорим частично и здесь, в следующий раз. Ну уже наверное вы догадались, то что мы сегодня рассказываем, в следующий раз мы как раз начнем, что здесь конечно представимо все, что представимо было. Ну да, НАТ, вот это НАТ у нас. В этом типе НАТ представимы все функции, про которые мы уже говорили, то есть расширенные многочлены. Шехтенберговская, так сказать, вещь та, что здесь есть у нас, значит, усложение, умножение, сигнум. Ну композиция, конечно, все тут это бывает. Но также можно и пред, экспоненту. И в следующий раз мы увидим, как здесь представлять, так сказать, примитивную, значит, примитивную рекурсию. Потом мы увидим, что система типов очень богатых. Здесь может представлять что-то еще, например, функция Акермана. Вот, ну и много чего другого. То есть на этом языке мы сможем реализовывать много чего интересного. Ну а верхняя оценка, это вот функция доказуемой тотальной вектором мощной арифметической системы. Более мощной, чем арифметика пиана. Ну и отдельным пунктом, который здесь может быть у нас появится, если мы хотим вернуться к доказуемой тотальной в арифметике пиана функция, то здесь появляется система t. Которая, как можно мыслить в свою ограниченную систему f, где у нас все-таки такого безумия типовой системы нет, но при этом есть рекурсор, все хорошо, и она как раз соответствует. То есть здесь у нас появляется, ну тут арифметика пиана или арифметика гейти, это будет неважно, потом это увидим. Второго порядка, а здесь настоящий арифметик пиана, это вот чему они соответствуют в плане доказуемой тотальности. Ну вот такой примерный план нашего курса, он немножечко нестандартный в смысле разговоров о лямбдоисчислении, он скорее как бы такое лямбдоисчисление с позиции вычислительной теории доказательств доказуемой тотальной функции. Вот на этот семестр у нас вот такой вот план. Что из этого мы успеем, что нет, и что ли дополнительно у вас будет ДБС в Шихтенберге, может быть, докажем. Это будет зависеть от нашей скорости, я пока не знаю, как пойдет. Задачи после первых четырех лекций по простой типовой лямбдо будут опубликованы, и вы приглашаетесь их решать. Там помимо вот этих сложных задач, которые я формулировал на лекциях, будут еще простые упражнения из разных книжек, их я советую порешать. Если не получится, то об этом заявите, потому что это простые предполагаются задачки. А сложные, ну в какой-то момент мы их разберем просто на лекции, или кого-то из вас попросим, или я сам расскажу. Вот это будет у нас тоже происходить. На сегодня спасибо за внимание, продолжаем через неделю. Если мы построили лямбдо 2, то человек может построить и лямбдо n? Теоретически, да. Ну и, соответственно, будут более мощные эти самые. Ну вот здесь смотрите, что происходит. Мы можем квантифицировать по переменным по типам, но мы не можем квантифицировать по операциям, которые по типу возвращает тип. Что-то такое. Это будет в более высоких порядках. И такие системы на самом деле есть. Есть системы, например, есть такая система, ну можно даже ее выписать так. Но это то, про что мы не будем рассказывать. Исчисление индуктивных конструкций. Это то, что в основе системы КОК находится. Еще более мощное в высших порядках лямбдоисчисления. Это более мощная система типов. А здесь находится даже не ZF, а ZF плюс там, ну, омега штук некоторых больших кардиналов. Потому что явно круче, чем все вот это. По мощности не уступают, так сказать. Лучше образцам. Ну вот такие бывают. Но там синтаксис будет намного сложнее. Система F хороша тем, что так крайне экспрессивно для наших целей, но она при этом очень простой синтаксис имеет. Там, например, вот в этих более мощных системах язык термов и типов приходится перемешивать. То есть там, чтобы нам нужно квантифицировать словно там по операциям над типами, это значит, что у нас должны быть маленькие лямбды на типах. То есть мы можем такую иметь функцию, которая по типу возвращает тип. И это означает, что мы либо такой как бы градуированный язык, что у нас есть термы для типов, на них там свои редукции и прочее, а потом мы это все как-то систему типов возвращаем сюда. Либо мы можем, говорим, что один и тот же язык, что двоеточие, тут те термы, там тоже терм, но они оба типы, а тот там в каком-то универсуме еще живет. То есть там сразу становится намного сложнее. Вселенная, там парадоксов можно еще плодить? Ну, можно парадоксов наплодить, конечно, да. То есть это вот... Да, мы тут приближаемся к каким-то таким уже проблемным вещам, а вот в системе F мы как раз этого избегаем. Ну, там не совсем, конечно, но, так сказать, тем не менее. Ответ на ваш вопрос так положен. Коротко совсем сказать, без лишних выполнений. Хорошо, если больше вопросов нет, в том числе в зуме, то на этом мы заканчиваем и через неделю.